Пеку блинчики с яблоками. Я очень люблю, когда в тесте прямо много-много яблок. Практически больше, чем самого теста. Тогда блинчики получаются очень вкусными, прям такими фруктовыми и похожими на шарлотку. Жаловалась я, жаловалась на плохую погоду в Москве. И вот компания Вездеход выслала мне сапоги, в которых можно ходить в любую погоду. То есть буквально и по колено в снегу, и по колено в воде. Видите, как сделаны, как валеночки, так аккуратненько, красиво. И внутри здесь прям целый валенок. Видите, вставленная вот стелька амортизирующая. Вижу, что информация на коробке до минус 40 градусов. Представляете, ну это вообще... Компания эта участвует в государственной программе, поэтому у них, конечно, качество очень хорошее. Выбор там огромный для садовников, для охотников, для дачников, для тех, кто гуляет по лесу, с животными, с детьми. Белый, конечно, цвет смущает, но, насколько я понимаю, это все легко отмывается. Детская тоже обувь у них есть. Смотрите. Мне кажется, очень хорошие цены. Видите, даже на каблуке. Всего лишь за 952 рубля. Здорово. А, еще, видите, можно купить отдельный утеплитель, в сапоги вставить. И кое-какие аксессуары для отдыха, для вашего хобби, всякие стельки. Размерный ряд от 36-го, видите, до 40-го. Это женская обувь, мужская обувь. Это от 41-го до 47-го. Ух ты. Ну, это хорошо. Ну, вот те сапоги, которые мне прислали, только белые. И ссылочку вам на этот сайт оставлю. Всем привет! Обычный вечер. Сняла видео и сейчас буду готовить ужин. Потом сниму макияж. И нужно будет уже отдохнуть. Что я готовлю на ужин? Оготовлю я красную рыбку, соль и здесь перец. И вот такие вот приправы. Мне они нравятся, итальянские сезонные травы. И также буду выжимать на рыбу половинку апельсина. Вы можете использовать лимон, если хотите. Но мне нравится такой вот более пикантный вкус с апельсином. И буду запекать ее в закрытой крышечке, ну, минут, может, 20-30 на среднем огне в духовке. Так, ну вот, рыбка уже готова. Я люблю ее так слегка присыпать именно вот в этом рецепте сыром. И дать постоять под крышкой, чтобы сыр немножко расплавился. И сейчас уже будет готов рис. Я его выпариваю с закрытой крышкой с маслом и солью на небольшом огне при малом количестве воды. И когда вода испаряется, я добавляю снова до готовности риса. И лично для меня вот такой простой вариант, когда помидорчик со сметаной и со специями, это уже прекрасный гарнир. В последнее время мне нравится вот такой вот способ нанесения масок. Где-то 2-3, может быть, раз в неделю. Я вначале использую какую-то кислотную сыворотку. Вот это гликолевая кислота и витамин С от бренда Биленда. Я вам уже ее рекомендовала как бюджетное средство. Также у них есть еще миндальная кислота, тоже такая очень мягенькая. Она не жжется. Это, кстати, уже вторая бутылочка. И она такая, знаете, немножечко как будто бы маслянистая. Вот. Под глаза, естественно, я ее не наношу. Наношу, держу примерно полчаса. Она как сыворотка наносится. И далее ее снимаю тоником. Тоник я использую тоже какой-то кислотный. Ну и в данном случае вот этот от Дерма Э. Я тоже вам его рекомендовала как хорошее мягкое средство. То есть я просто протираю лицо и зону шеи декольта. И далее наношу маску. И сейчас у меня масочка от бренда Органик Зон. Уже она у меня заканчивается. В принципе, неплохая маска. Мне кажется, что она, конечно, никакого лифтинга не делает. Но она неплохо сужает поры и, знаете, так немножко освежает кожу. Слепой крот. Не видишь меня? Так я же красивая. Верю. Скажи мне, как ты умудряешься прийти в тот момент, когда я делаю маску? Чувствую заранее. Да? Да. Но я красивая. Верю. Он не хочет на меня смотреть. Я вижу. Это очень обидно. О, Господи. Это вкусно пахнет еще. Нет? О, господи. А что, по-моему, очень даже. Папа, ты так рано вернулся. Он не хочет на меня смотреть, Ангелина. Как ты можешь? Она же говорит, твоя жена, как ты можешь? Очередные подарки к нам приехали. Молодцы, да? Смотрите, так красиво упаковали. Вино с мандаринками. Для малопьющих людей у нас теперь вина просто завались. Хочу показать вам все, что у меня осталось в проекте использовать по максимуму. Project Pen, который я вела в течение полугода. Думаю, что за ближайшие 5 дней ничего не изменится, поэтому покажу сейчас. Регулярно пользовалась и очень мне нравится натуральная минеральная пудра. Наусибум, минерал паудер от бренда Innis Free. Посыпчатая пудра, заказывала ее на iHerb. Бренд это корейский. Также у них есть очень хороший уход. Пудра абсолютно прозрачная. При нанесении слегка выбеливает кожу, но потом как-то подстраивается и словно исчезает, как бы растворяется на коже. Матирует она не наглухо, как вы видите, то есть естественная кожа получается. Мне как раз это нравится и она мне не сушит кожу. Видна отметочка, вот сколько я использовала, с учетом того, что это самая широкая часть пудры. Это неплохо и я не каждый день наношу пудру, но мне она нравится. Я за то, чтобы она жила как можно дольше, сроки годности позволяют и работает она прекрасно. Буду продолжать ее использовать и в следующем году. У меня пудра Lancome, которую я смешала и спрессовала вместе с румянами от Eva Mosaic. У меня получился такой вот бронзер. Он мне очень подходит по оттенку и не слишком выделяется на лице. Когда я спрессовывала, продукт был абсолютно полный, прям до краев заполненный. Получилось очень много. Дело все в том, что пудра эта мне не подходила по тону, как пудра. И была слишком светлая для того, чтобы быть бронзером. Немного ее тут осталось. Каждый раз, когда делаю макияж, немного, но наношу. И мне вариант вот такой вот делать самой себе оттенки, которые больше мне подходят, нравятся. Вечные румяна, с которыми мне придется уже попрощаться. Я, в общем, так и планировала, как следует ими попользоваться и кому-то их отдать. Баночка разлетелась. Это я дело не люблю. Мне нравятся красивые упаковки добротные. Но сами по себе румяна хорошие. Цвет универсальный, между персиковым и розовым, приятный. И эти румяна, я думаю, еще послужат своя служба, потому что они действительно очень сильно спрессованы. Их еще надолго хватит. Помада, кажется, корейского производителя. Когда-то мне ее привозили попробовать. Хорошие вот эти помады, они довольно стойкие. Они имеют очень такие модные, красивые оттенки. Но, вы знаете, мне помады такие немножко подсушивают губы. Но у меня вообще проблемы с этим. То есть губы очень сухие. Поэтому иногда мне хочется какой-то модный, красивый оттенок. Но использовать долго я его не могу. Поэтому результаты тут не сильно заметны. Может быть, пара миллиметров только ушло от этой помады. И потом помаду я эту продезинфицирую и отдам. Меня уже ее попросили, потому что понравился вот этот оттенок на губах. И, ну, и хорошо. Будет одной помады в моей коллекции меньше. Сколько смогла, столько использую. Золотые тени от Эльф засохли уже и скомковались. Их уже ровно не нанесешь. То есть там вот они, видите, на дне. Их совсем немного осталось. Они не наносятся плотно. То есть это такая легкая-легкая золотая дымка. Сейчас временно как-то они куда-то, я вижу, исчезли с iHerb. Но думаю, что можно где-то еще их приобрести на других сайтах. Вообще это бюджетная американская косметика. Таким образом я считаю их законченными и уже расстаюсь с ними. Следующие тени. Также от Эльф их уже осталось половина примерно. Ну, вот тут видно, да, уже где окошечко. И вы знаете, они тоже уже начинают понемногу подсыхать. Я думаю, 2-3 раза я еще ими воспользуюсь. Но в отличие от золотых, они могут наслаиваться. Если сделать это грамотно, аккуратно, ничего не стереть. То есть я имею в виду предыдущий слой, то может выглядеть очень даже неплохо. Не думаю, что они будут держаться на жирном веке. Потому что у меня без базы иногда чуть-чуть они скатываются в складочки. Но они, в общем-то, и не были заявлены как водостойкие. И матовые тени, в которых тоже уже, как вы видите, начали потихонечку появляться. Такие вот окошки где-то в разных местах. То есть, наверное, они тоже понемногу подсыхать начинают. Но они как раз стойкие. Очень даже стойкие. И, вы знаете, я бы рекомендовала их именно для жирного века. Как базу, возможно, или как основные тени. Их можно нанести как плотным слоем, так и растушевать в тонкую дымку. Такой вариант кремовых теней мне нравится. Хорошо, когда они, конечно же, не сохнут. То есть это такой вот очень быстрый макияж. Нанести на подвижный век, чуть-чуть потушевать складочку, реснички и все. Можно бюджетный бренд. Престиж косметик называется. Продаются они тоже, как и эльф на сайте iHerb. Такие вот тени. Фиолетовый, красивый оттенок. Пока оставлю его в коллекцию. Но вот это все, что мне удалось с ними сделать. Я, возможно, 4-5 вариантов макияжа делала. И вот, видите, только слегка-слегка стерся рисунок. Очень хорошо у меня пошла вот эта палетка от Catrice в номере 010, да, по-моему, да, 010. Blossom and Roses она называется. Очень много использован. Хайлайтер вот этот самый большой оттеночек. Во всех глубокие такие вот ямочки и практически до дна. Но вот в нескольких оттенках есть донышко. То есть в 4 мне понравился вот этот цвет в складку. При растушевке он уходит чуть-чуть в фиолетовый. И это очень интересный такой вот вариант для складки. И очень красивый цвет кожи. Вот такой вот бежевый с легкими блесточками. Мне очень вот эти два цвета нравятся. Ну и последний экспонат. Половина флакона за весь проект мне удалось использовать аромата от Avon. Я должна сказать, что для меня это победа. Потому что, как вы знаете, у меня очень много ароматов. И он у меня был такой домашний вариант. Мне нравится вот такой распылитель. Хотя вы мне говорили, что они парят очень сильно вот из таких штучек. Но просто как это выглядит, мне нравится. Поэтому я с удовольствием им пользовалась. Это, в принципе, единственный аромат, который мне более-менее нравится в таких вот каталожных брендах. Итак, было 24 продукта полгода назад, с чего я начинала. Осталось сейчас 5. Я довольна абсолютно результатом. Не уверена, что буду вести этот проект в следующем году. Но выбирать какие-то продукты для того, чтобы их закончить, какую-то косметику, я, конечно же, буду лично для себя. На этом я буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого прекрасного, замечательных праздников. Желаю вам прекрасного настроения. И, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова